Всем привет! С вами Наталья. И сегодня я буду готовить бутерброды. Но бутерброды, в общем-то, не обычные. Не колбаса, не сыр, то, к чему мы привыкли. А с более полезным фруктом, овощем, как его правильно назвать, в общем-то, даже не знаю. Лежит там, где фрукты, а на вкус как овощ. Итак, это авокадо. Авокадо это, в общем-то, не совсем известный в нашей стране. Да, он на прилавках лежит, но не все его пробовали. Или не все его полюбили. Дело в том, что когда я первый раз попробовала авокадо, мне он тоже очень не понравился. Но на вкус никакой. Оказывается, его нужно просто правильно есть, чтобы его почувствовать. Но вообще это очень ценный продукт. Авокадо, хотя он высококалорийный, 100 граммов 250 калорий, а это, в общем-то, достаточно много. Но при том, при всем, как для высококалорийных продуктов, в нем нет сахаров, вредных веществ, те, что присутствуют. А наоборот, это уникальный плод, потому что в нем есть олеиновая кислота, которая расщепляет жиры. И, в общем-то, людям в возрасте, им вообще рекомендовано было бы есть авокадо. Также витамин А, Е, другие минералы, ну, очень полезные. Поэтому давайте переходить на полезные продукты. Сегодня я буду готовить просто бутерброды. То, что я обычно делаю. Да, можно салатики, но они не чувствуются. Авокадо не так чувствуется, как в бутербродах. Так, ну вот, вот это вот авокадо, но я, у меня был другой, да, кстати, он твердоватый. Значит, вот это куплено сегодня, а авокадо, которое я купила пару дней назад, как раз он стал мягеньким. И я смогла его вот с такую вот массу размять, да, вот для бутербродов. Можно было бы, конечно, и дольками нарезать, но мне нравится вот так вот. Итак, что мы берем? Мы берем ржаной хлеб. Ну, дело в том, что вот для авокадо, как на мой вкус, как раз очень хорошо ржаной хлеб. И просто намазываю. Видите, вот как масло намазывается. Ну, и сразу его есть? Нет, не сразу, потому что вкус он еще не приобретает. И вы знаете, как для бутербродов, очень необычно. Что нужно с ним сделать? А его нужно посолить. Немножко посолить, а также поперчить. Вот это вот мы сейчас с вами и сделаем. Немножко. А потом еще вот так вот лимончиком. Так, что так. Вот. И вот-вот сейчас этот бутерброд становится вкусным. То есть мы добавляем к авокадо немножко приправ. И тогда он приобретает тот вкус, который... Вот и все. Вот это вот мой первый бутерброд. Есть много разновидностей, но то, что я вам сейчас показываю, это то, что мне больше всего нравится. Ну, и можно сказать, самые простые. Следующий бутерброд. Ну, как я приходила к этому? В общем-то, посолить и поперчить. Когда-то вот приезжали к нам гости из Израиля. Вот они посоветовали вот такой вот способ. Дело в том, что там они употребляют в больших количествах. С помидорчиком, это я уже, как говорится, сама придумала, как мне нравится. Вот так вот. Просто с помидорчиком. То есть немножко добавляем кислоту. Там был лимонный сок, а здесь кислота. Ну, и еще. Это, можно сказать, в моем рационе более новое сочетание. Но мне тоже понравилось. Мне понравилось. Тоже намазываем, намазываем бутерброды хлебчик ржаной. Говорю, можно взять любой, но мне нравится ржаной. Потом горчицы. Ну, в данном случае у меня французская. Она не такая остренькая. Поэтому я ее могу, ну, в общем-то, даже так вот. Даже и обильненько смазать. Вот так вот. С горчичкой. Вот мы намазали горчичку. И сверху сыр. Ну вот, наши бутерброды готовы. Авокадо очень полезное. А бутерброды сделать очень легко. Поэтому пробуйте, употребляйте полезные продукты. Ну, и приятного аппетита! Всем пока! С вами была Наталья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!